В чем заключаются основные риски, когда вы покупаете сильно упавшую компанию? Компания упала, упала на 70%. Если она снова отрастет в 2 раза, можно увеличить свой собственный капитал. Со 100 рублей до 30 упала акция. Будет снова стоить 100 рублей, можно заработать более 230%. Здесь очень важно смотреть не просто на падение, не покупать всякий трэш, который упал очень сильно, а нужно смотреть именно на то, почему падает компания. Обычно такие падения происходят в отношении компаний, которые очень высокая вероятность банкротства. Не все обанкротятся, для этого нужно анализировать, но при этом очень важно посмотреть не только на цену, не только на график цены, который вы видите у себя в терминале, но и смотреть на фундаментальные показатели. В первую очередь долговую нагрузку и каков акционерный капитал. Теперь помню для себя одно простое правило, что чудес не бывает. Вообще, в принципе, новичкам я бы воздержался от покупок таких сильно упавших компаний, потому что начинающему инвестору оценить, насколько компания банкрот или не банкрот, насколько она выплывет из текущей финансовой ситуации или нет, достаточно сложно. И поэтому здесь вопрос касается не пытайтесь ловить вот именно компании. Понятно жадность, понятно желание заработать очень много, но лучше купите более сильную компанию, потому что элементарно не разобравшись в причинах падения и купив просто потому, что компания стоит дешевле на 70-80 процентов, чем она торговалась вчера. Это может привести к тому, что вы вообще в принципе потеряете все деньги, то есть ваш депозит на рынке упадет и поэтому, соответственно, болезненно может быть очень серьезным восстановлением своего собственного капитала хотя бы в нулевые значения. Здесь как бы просто верьте в одну простую историю, которую я всегда люблю лично для себя повторять. Чудес не бывает, то есть если происходит такое сильное падение, что значит здесь что-то не так. Постарайтесь разобраться, что не так, постарайтесь выявить, какие риски могут быть, как вы к этому относитесь и не покупайте такого рода компании. Если вы все-таки приняли решение на покупку, не покупайте их более чем на 1-2% от своего портфеля. Я вас очень об этом прошу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова